Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сейчас встает вопрос перед новичками, кто первый или второй год начинает заниматься посадкой овощей. Как правильно выбрать сорт огурцов? Потому что их огромное количество и придя в магазин, так же как с перцами и с томатами, можно заблудиться. Огурец мы выращиваем все, он считается тоже одним из популярных овощей и у нас, и вообще в мире на втором месте после томатов. Но он еще является и одним из самых полезных. Хотя мы с детства слышим, что он на 96% состоит из воды, но это живая природная вода, в которой содержится много калия. Вы знаете, что он полезен, укрепляет наше сердце, много других микроэлементов. И вот эта кажущаяся бесполезность, он у нас недооценен, все считают, но вода и вода, он очень полезен. Я не буду вдаваться, но есть исследования, что он нервное возбуждение им лечит, потом кашель, во время кашля какие-то делают там всякие настойки. И в косметике отбеливает кожу. Короче, о полезности сегодня говорить не буду, буду только сейчас концентрируемся на правильном выборе сорта. Он вкусный и маринованный, и соленый, но для того, чтобы получить качественные, например, маринованные или соленые огурцы, нужно опять же выбрать соответствующий сорт. Конечно, самые вкусные огурцы это выращенные своими руками, тут никто спорить не будет. Начинаем про выбор семян. Вот приходим в магазин. Магазин предлагает широкий ассортимент. Вот у меня только те, которые я выращивала, садила, а там витрины, они от пола и до потолка все увешаны вот этими пачками. Как выбирать? Они различаются и по сроку созревания, и по массе, и по размеру плодов. Вы должны, придя в магазин, сначала определить, для каких целей вы хотите выбрать вот себе огурец. Потому что все опытные садоводы, огородники знают, что сорт семян нужно выбирать в зависимости от условий выращивания. Например, где вы будете выращивать? В открытом грунте, в каком-то парничке, вообще в закрытой теплице, на балконе или на лоджии. В зависимости от условий выращивания огурцы разные. Вот, например, специально вам положила балконный. Для балкона мы выбираем особые сорта, лучше вот эти портенокорпические. Для выращивания на окне, ну и также подойдут те балконные. Для зимне-весеннего у нас вот зимний, который можно вырастить, как в тени, при маленьком количестве света. Если вы хотите на открытом грунте выращивать, подойдут и вот такие наши традиционные, всякие неженские, монастырские, надежные. Если вы хотите выращивать весной в теплице, то нужно останавливаться обязательно на F1. Вот это первый пункт, что в зависимости от условий выращивания. Второй, вы выбираете по способу опыления. Какой вы хотите взять? Или пчелоопыляемый, или самоопыляющийся, или портенокорпический, который вообще без опыления. И третий пункт, это сорт вам нужен для засолки или салатный. Для салатных могут подойти и зазуля, и вот такие всякие длинные, у меня сейчас здесь нет под рукой. Но для засолки мы выбираем именно те, которые хороши в засолке. Для засолки многие до сих пор традиционно выращивают только сорта, а не гибриды. Но сейчас уже и много гибридов, которые тоже можно солить. Поэтому нужно заострить свое внимание, вот на этом моменте, когда вы покупаете, подойдет ли этот сорт для засолки, если вы хотите солить. Конечно, особенно популярностью особой сейчас пользуются вот эти раннеспелые всякие, скороспелые гибриды с повышенной урожайностью. Вот я нынче купила вот эту могучую кучку по 10 плодов и с одной, ну как пучковая зависть. Вот в прошлом году рассказывала про бедретту, тоже вот такие. Они все маленькие, такие колючие, красивенькие. Это все гибриды. И они сейчас вытесняют уже сортовые огурцы наши все больше и больше. Конечно, если у вас теплица, то, конечно, у вас выбор только на гибриде. Потому что весной пчелок нет, все закрыто. Это для раннего урожая только гибрид. Ну а в остальном все. Если вы правильно выберете сорт, вырастить огурец это очень просто. Можно получить даже новичку обильный урожай огурцов. Для этого всего лишь замочите семена во влажной тряпочке, подержите, проклюнутся. Или вырастите рассаду, или можно сразу посеять, смотря как вы будете рано или поздно сеять. Вот подготовленные семена таким образом, они прорастут быстро, за 3 дня. Поэтому рассчитывайте свой срок посева и выращивайте. Если рассаду, то за месяц до высадки. Если на посев, то за 3-4 дня, ну за неделю. И еще один нюанс, чтобы огурцы плодоносили в течение всего сезона. Был конвейер свежих плодов лучше всего высаживать в два приема. Вот сначала в начале мая основной посев, например, я делаю. И потом в июне еще несколько семечек для позднего урожая. И вот эти поздно посеянные, они начинают плодоносить в августе-сентябре. Тогда, когда у других людей уже старые, обычно они уже крючковатые начинаются. А у нас еще свежие, зелененькие, такие хрустящие. Вы получите свежий урожай еще и поздно осенью. Но, конечно, в сентябре, если они не в теплице, то нужно уже их прикрывать или агроспаном, или полиэтиленкой. И вот, если вы будете соблюдать вот такой вот ступенчатый посев, то вы до самых морозов будете иметь свежий урожай огурцов на столе. Также могу еще напомнить вам про предшественников. Лучшие предшественники это капуста, лук, или где томаты росли, ну или если были высажены седираты, это поможет вам еще больше урожая огурцов получить. И еще огурцы любят очень полив, не забывайте поливать. А то, если даже выберете вы удачно сорт, но забудете их поливать, то у вас большого урожая не будет. Вода это вот как раз та основа, из которой состоят все наши огурцы. Но, опять же, нельзя переливать, иначе они будут водянистыми. Нужно приспособиться год-два, и вы поймете, чего хотят огурцы, а чего хотят помидоры. И будете вы уже знать, сколько поливать, чего. Сейчас подведу итог. Рассказала очень быстро самую главную мысль. Вы поняли, что когда вы приходите в магазин выбирать огурцы, вы заранее решите, каких сортов, сколько и для чего вам нужно. Или это будет теплица, или это будет открытый грунт, или балкон, или лоджия. Для каждого условия выращивания свои сорта. Вот, например, балконные, тепличные и открытый грунт. Потом, по способу опыления, опять же, если вы в теплицу хотите высадить гибриды, то по способу опыления выбирайте, или это будет просто гибрид, или это будет портенокорпический гибрид. Это все вы потом будете уже разбираться как раз, два, три. И третий пункт. Для засолки вам нужны или для салата. Обычно люди разделяют. Салатовые сорта, они более сладкие, они такие, ну, вот как зазуля, они длинные, у них больше масса плода, но для засолки берут маленькие хрустящие вот эти корнишончики. Все. Если вы хотите ароматный хрустящий огурчик со своей грядки, первый шаг, это правильный выбор сорта. От этого зависит и весь урожай, весь ваш успех, и от того разочаруют вас эти огурцы или нет. А потом уже дальше, когда вы сорт выберете, мы будем дальше шаг за шагом разбираться, от чего же зависит именно обильный урожай. Почему у кого-то много огурцов, а у кого-то их вообще нет. Но это уже будет весной и летом. А сейчас готовим огурцы. Сейчас, конечно, еще рано, я тоже еще некоторые сорта себе не купила. Как только я начну замачивать для раннего использования, для получения раннего урожая, я все сниму и все вам расскажу. До свидания. С вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука. Продолжение следует...